здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сегодня мы продолжаем рассказывать про те растения которые появятся в садовом центре европлант в сезоне 2021 и сегодня мы расскажем про смородину железистую вы сейчас наверное скажете смородина с чего вдруг вроде бы канал по декоративным садоводствием и вдруг смородина ну так вот смородина железистая это исключительно ландшафтное растение да на ней есть ягоды и они вполне съедобны но к сожалению не очень вкусные говорят что они горькие косточка крупная я сам не пробовал ее на вкус но думаю что при желании конечно я тоже можно применить в хозяйстве только самый больной карлхан на свете может попробовать варенье смородины железистой попрошу ты не повторять дом где-то пожил я тоже не рискнул вернемся к ландшафтным свойствам этого растения чем же так замечательно смородина железистая ну во-первых она исключительно зимостойка и морозостойка ее сажают вплоть до полярного круга это уже говорит о многом то есть это растение можно сажать на те места на которых другие растения будут или болеть или плохо себя чувствовать или плохо выглядеть а смородина там будет отлично лучше всего наверное из этих мест описанных подойдут какие-то подпорные стенки на которых обычно грунт сильно промерзает у растения страдают корни так вот смородине там будет прекрасно это почвопокровное растение в высоту оно примерно 40 50 сантиметров оно стелится образуют небольшие длинные побеги плотно покрытые листьями листья у этой смородины немножечко напоминают виноград и когда оно занимает большую площадь то есть я уже говорил что это растение почвопокровное это будет такой коврик напоминающий виноградную лазу но стелящуюся принципе смородину можно направить таким образом что она будет не только стелиться но и немножечко подниматься вверх побеги можно подвязывать и придать ей вертикальный рост но если в том есть конечно нужда цветет смородина железистая весной в мае как и любая другая смородина цветочки небольшие невзрачные но это первые цветы и любое цветение нас тоже всегда радует но главное ландшафтное свойство смородины железистой раскрываются осенью у нее замечательная осенняя окраска листья с желтых и оранжевых меняются до красных и темно-пурпурных превращаясь в своем массиве практически в такую багровую реку красивый багровый цветущий такой водопад в агротехнике смородина железистая абсолютно неприхотлива ей не нужно устраивать никакую крупную яму не подкармливать удобрениями не поливать практически вы посадили это растение единственное зачем вам нужно будет следить чтобы она оставалась в рамках того пространства на которое вы хотите и занять поскольку как любое ползущее растение она пытается укорениться и занять большую территорию опять же таки это не сорняк побеги легко можно вырвать из земли укоротить подрезать стрижки смородина дает совершенно прекрасно выпад у нее очень небольшой то есть санитарной обрезке она тоже не нуждается исключительно формирующий я считаю что такие растения должны появляться в наших садах ну поскольку вообще смородина растение нам близко а это незаслуженно забытое она когда-то мне культивировалась и в ссср по моему начиная чуть ли не с 50-х годов а потом было незаслуженно забыто и сейчас мне кажется самое время ему вернуться в наши сады к сожалению пока что в ленинградской области мы не нашли тех питомников которые выращивают его на продажу но зато мы нашли их в польше и мы привезем оттуда пробную партию который у нас заказывали те ландшафтные дизайнеры которые закупают у нас растение они слезно о нем просили обратите внимание на это растение считаю что оно действительно заслуживает своего использования в ландшафтном дизайне и в наших садах безусловно оно вас не разочарует оно не погибнет будет декоративно максимально длительный период да и стоит будет не очень дорого купив его один раз возможно потом вы сможете его самостоятельно размножать и дарить своим друзьям и соседям в их садах ну вот и все что я хотел вам сегодня рассказать про смородину железистую надеюсь что когда она придет к нам летом в садовый центр вы сможете увидеть ее своими глазами ну и мы может быть снимем про нее тоже еще один небольшой сюжет когда сможем подержать ее в руках и показать уже вам ее в том виде в котором она будет продаваться на этом все смотрите канал европлант с вами был я андрей смирнов и 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